Что, а точнее кто объединяет выпуск «Ну погоди» и эти открытки? Освязывает их художник-мультипликатор Владимир Зарубин, уроженец деревни Андреяновка Покровского района. Мужчина участвовал в создании около ста мультфильмов, он же нарисовал эти открытки. Очень тяжелые открытки были выпущены, не помню, кажется, 96-й год. Там всего 50 тысяч экземпляров. Вы представьте на страну, это в советское время. На страну 50 тысяч экземпляров по тем временам, когда у нас связи не было, а только открытками писалось. Доброжелательные, веселые дети, зайчики, медведи, мультгерои изображены на открытках Зарубина. Эти экземпляры из коллекции Леонида Павлова. У него хранится около одной трети всех образцов, созданных земляком. Но вот сколько именно карточек нарисовал Зарубин, доподлинно неизвестно. Потому что большинство людей, не понимающие в этом вопросе, выбросили на свалку историю, вот этой картографии, так называемой. Поэтому что-то найти очень трудно. Искать новые образцы для своей коллекции Павлову приходится и в других городах. В Омске, Владивостоке. В его копилочке. И карточки к Новому году, к 8 марта, к другим праздникам и событиям. Больше ста образцов представлены на выставке. Мы эти карточки рассылали тогда, когда никаких телефонов вообще в хамине не было, даже сотовых. И традиция эта сохраняется. И вот в этом, не в этом, а в прошлом году, в 2023 году, жители области отправили около 30 тысяч таких почтовых карточек. Такие филателлистические выставки на Орловском почтамте проводят регулярно. Просто меняют их содержание. Эти открытки здесь пробудут до осени. Познакомиться с ними может любой желающий. Возрастных ограничений нет. Такими яркими почтовые карточки были не всегда. Изначально, 152 года назад, их создавали просто как бланк для открытого письма. А уже когда в 1894 году разрешили частные карточки издавать, вот тут уже всякая красота и стала появляться. То есть не только это был бланк почтовый для отправления открытой корреспонденции, но и произведение искусства. Такие произведения сейчас создают и на Орловщине. Первый областной рассказывал, как в Ливнах Алексей Мишин открывает все России виды родного города. На его творениях и старая мельница, и Георгиевский храм. Активно развивается и посткроссинг. Это клуб тех, кто любит обмениваться почтовыми карточками. Орловские посткроссеры на своих открытках изображают самое ценное для региона. Зубров, Спаска, Лутовинова и множество других достопримечательностей. Екатерина Головина, Валентин Худакомов, телеканал Первый областной.